Екатеринбургский концерт поп-группы «Три дня дождя» обернулся скандалом. 27-летний солист этого музыкального коллектива Глеб Викторов вышел на сцену пьяным. Уже после двух песен он не мог стоять и начал петь сидя, а потом и вовсе упал. Продолжить исполнение песен пришлось его многочисленным поклонницам в фан-зоне. Поп-рок-группа из Тывы «Три дня дождя» была организована в городе Кызыл в 2019 году. Спустя два года ее песни были в плейлистах сотен тысяч российских подростков. А зимой этого года музыканты отправились в многомесячный гастрольный тур по России. Концерт в Екатеринбурге был назначен на следующий день после выступления в Ижевске. 4 июня на летней площадке телеклуба, куда, несмотря на довольно высокие цены, от 1800 до 2500 рублей за билет, набилось несколько тысяч поклонников. В первую очередь солиста группы Глеба Викторова. Как сообщает городской портал Е1, музыкант придерживается яркой патриотической позиции, поэтому многие зрители пришли с российскими флагами, что на фоне происходящего с артистом на сцене выглядело не очень патриотично. Факт опьянения певца позже подтвердил и продюсер группы. Он отверг обвинения в приеме артистом наркотиков, но согласился с тем, что Викторов был неадекватен. По его словам, именно многомесячный, начавшийся еще зимой тур, подорвал здоровье Глеба. Артист никогда не скрывал, что злоупотребляет спиртным даже в своем песенном творчестве. В жизни алкоголь также был его ближайшим спутником. Однако до этого ему удавалось совмещать концертную деятельность с выпивкой. В Екатеринбурге не удалось. Эти четыре месяца тура, это был тотальный ад. Мне вообще как бы все равно, кто что говорит. Ну, это мой друг, мой брат. Я абсолютно как продюсер понимаю ваши переживания. Я пытался сделать все, что мог, и команда, и все, чтобы этого не случилось. Но тут уже вопрос даже был не в том, что он нажрался, а в том, что его здоровье просто, ну, все, лопнуло, короче. Бухал, но он не мог не давать концерты, потому что, ну, вы понимаете, да? То есть вроде как все концерты были отыграны, все было круто. Но все знают, все могут сказать, что я вот был в нескольких городах. Сегодня он ко мне просто подошел до концерта и говорит, брат, я не смогу выйти на сцену, потому что мне очень плохо. Вот, и он пытался выпить, чтобы ему стало легче, просто психологически. И вот у него просто организм, ну, просто психика лопнула сегодня. И он, ну, было что было. Пьяный концерт группы «Три дня дождя» в Екатеринбурге возмутил далеко не всех его фанатов. Скорее даже не возмутил никого из его поклонников, а только их родителей и тех, кто оказался накануне в телеклубе случайно. Преданная же Глебу Викторову публика провожала его так же тепло, как и встречала. Особенно после объявления организаторов о том, что сорванный концерт будет повторен. И купленные билеты действительны. Я приду. 22 июня. К тебе. Повторный концерт. А ты на Тонбасс придешь? И туда придем. С тобой? Нет, мы все придем. Мы все придем. Забились? Мы все едем туда. Мы тебе все. Хорошо, конечно. Это безысходная ситуация. Можно тебе руку пожать? Можно тебе руку пожать? Хорошо, Агат, спасибо. Спасибо за концерт, трудно, реально. Очень трудно. Однако уже сегодня перспектива второй раз сходить на концерт группы «Три дня дождя» оказалась под вопросом. В телеграме продюсера появилась запись о прекращении деятельности коллектива на неопределенный срок до избавления солиста от алкогольной зависимости. Завтра будем уже в больнице разговаривать с ним уже в более-менее нормальном состоянии. Сейчас это бесполезно. Кстати, помощь врачей, как сообщает Е1, накануне потребовалась не только музыканту, но и одной из юных зрительниц, которой стало плохо в туалете, вероятно, из-за выпитого перед концертом спиртного. Срыв гастрольного тура, а впереди у тывинских музыкантов несколько городов-миллионников, Донецк, Луганск, два питерских и четыре московских концерта, вероятно, создаст их устроителям серьезные финансовые проблемы, связанные с возвратом билетов. Но произошедшее вряд ли плохо скажется на имидже самой группы. Пьянство музыканта не было тайной для его поклонников, а скандалы в шоу-бизнесе только прибавляют медийной известности его акторам.